так всем привет на данном уроке мы разберем с вами срезы или слайс что такое срезы по сути срезы это те же самые массивы но с одним исключением срезы могут изменять и знать изменять свои свой размер то есть когда мы объявляем массив мы говорим четко что массив будет иметь определенную длину и в дальнейшем данный массив не меняется если же мы говорим о срезах то срезы могут изменять свою длину как большую так и меньшую сторону и так давайте разберем на примере как создаются срезы что можно с ними делать и соответственно выведем это все непосредственно на консоль давайте начнем значит объявим переменную среза допустим скажем что это будет у нас ну не знаю там что-нибудь вроде то есть это у нас будет целочисленный массив но это не массив это срез и скажем что это будет у нас срез который будет содержать типы int соответственно так объявляются срезы если мы хотим при инициализации указать значение в этом селе ну то есть по умолчанию значения сделать то мы можем перечислить какие-либо значения в момент инициализации и когда мы захотим вывести данную информацию на консоль то есть и когда мы захотим посмотреть что у нас на самом деле находится в переменной integers мы все это можем вывести на консоль и увидим такую историю что когда мы не преобразовали соответствующие ну то есть не привели к определенному формату то мы видим набор массива байт приведенные к строковому представлению теперь мы сейчас преобразуем используем форматирование и на консоли у нас будет видны значение переменной integers это инициализация похоже на инициализация массива но на самом деле это слайс сейчас я вам это продемонстрирую что то есть с помощью функции make также можно создавать слайсы то есть эта инициализация стандартная как массив теперь мы используем функцию make чтобы про инициализировать слайс int и задаем ему определенную длину допустим мы говорим что про инициализируем нам слайс формат переменной массив с длиной 3 когда мы используем функцию make для создания типа то все значения внутри этого массива либо слайса инициализируется значением по умолчанию то есть сейчас мы строки увидим все нули потому что int по умолчанию инициализируется нулем и так сейчас мы рассмотрим функции которые используются для работы со слайсами и так давайте сейчас изменим инициализацию скажем что у нас будут внутри массива значения до 5 с единицы до 5 и сейчас мы у вас воспользуемся функции слайсом чтобы сделать еще одну переменную допустим снова который будет использовать существующий массив и мы скажем что нам нужны значения допустим от нулевого элемента до второго и выведем данную информацию в консоль то есть сейчас мы проинициализировали массив integers внутри этого массива мы сделали срез от нулевого элемента до второго и выведем данный срез в консоль так мы видим что у нас есть первый элемент и второй элемент то есть мы забрали условно длин длину сделали срез как раз до второго элемента соответственно если бы мы сделали вот так то мы увидим только один элемент то есть данная конструкция говорит нам о том что массив был урезан до первого элемента то есть мы можем сказать возьми нам и сделай срез до третьего элемента вот это как раз пока формирует нам слайс определенной длины из уже существующего можно также воспользоваться более короткой записью то есть не писать нулевое значение а просто указать двоеточие три данная конструкция тоже выведет нам три значения ну то есть мы предполагаем что здесь 0 соответственно данная конструкция сокращает это этот символ и показывает нам то же самое значение что и с нулем также для массе для среза применяется еще один оператор аппенд который позволяет нам добавить элемент то есть мы видим что у нас первый срез вернул три элемента а потом мы добавили в эти три элемента еще один то есть он стал четвертым и добавили цифру 10 то есть тем самым мы показываем то есть я вам демонстрирую как работает слайсон то есть это массивы массивы которые могут иметь динамический размер то есть это массивы с динамическим размером просто массив это когда он жестко определен рамками его нельзя изменить а если он изменяемый то это уже не массив это уже слайс итак спасибо за просмотр не забываем ставьте лайки кому понравилось соответственно тоже не забываем про комментарии потому что обратная связь тоже очень важно я хочу понять насколько вам нравятся данные обучения данные видео или просто напишите добрые слова спасибо до скорых встреч